Привет всем моим подписчикам и тем, кто будет нашим подписчиком после сегодняшнего видео. Потому что у нас для вас сегодня тема производная, посвящена тем людям, кто сражается с этой темой. Ну бесит же, правда? Ну бесит! Когда приходишь в школу, решаешь задания по вот этим простейшим формулам, и все вроде хорошо и прекрасно, а потом наступает контрольный или самостоятельный, и что же нам дает учитель? Вот такие вот задачки, которые по вот тем формулам уже как бы и не решаются. Что делать? Будем разбираться. Не буду скрывать, у меня в этой теме есть пару фишечек, и я с удовольствием с вами ими поделюсь. На нашем сайте Tutor Online вы можете начать изучать математику, да и вообще любой другой предмет, потому что у нас полно репетиторов. И даже есть бесплатный урок для новых учеников. Обращайтесь, будем вам рады! Из всех этих формул, которые, я уверена, вы уже знаете наизусть, нам понадобится только вот эта формула. Теперь посмотрим, как же ее применять на эти сложные примеры. Вот такие примеры порой вызывают проблемы у ребят. Они начинают находить производную как от частного. То есть брать формулу, посмотрите, деление, она здесь не нужна. Не попадайтесь на эту уловку. Перед вами 1 четвертая умножить на х квадрат. И вы берете производную от х квадрат. Число остается, производная от х квадрат, 2 умножить на х в первой степени. То есть не будем писать. И двойка и четверка сокращаются, и мы получаем 1 вторая х. Не попадайтесь на вот эту уловку. Деление снизу это как число умножить на х. Ну, это такой простой пример. Сейчас смотрим сюда. Да, у нас есть стандартная формула 1 делить на х штрих. Но как ее применить именно сюда? У меня вот тот самый универсальный метод. Поднимите этот х вот сюда. За счет степени это сделать очень легко. Получается 1 вторая, х поднимается. Степень за счет подъема меняет знак. И теперь мы берем тот самый штрих. Технология то же самое, что было сверху. Число остается. Минус 3 идет вперед. Х, а степень уменьшается на единицу. Минус 3, минус 1, минус 4. Итого наш ответ. Минус 3 вторых, х в минус 4. Готово. Но если вы хотите привести в более-менее красивый вид, то можете вот эту минус 4 степень вернуть в знаменатель. Минус 3 вторых, х опускается вниз, и степень у него 4. Вот так элементарно можно брать производную от всех выражений, где х стоит в знаменатель. Только поднимите его наверх за счет степени. И не привлекайте сюда формулу частного. Теперь насчет вот этого примера. Как быть? У нас есть стандартная формула, там что-то с корнем из х штрих. Но как применить ее сюда, когда какое-то число, х в третьей степени? Есть, опять же, такой же выход, как в предыдущих примерах. Мы этот корень представим в виде степени. Ведь это можно сделать. Корень, когда он квадратный, это степень 1 вторая. Если бы был корень другой степени, это было бы 1 делить на вот это число. Перепишу. То есть перед нами 5х в третьей. За счет корня получается степень 1 вторая. Теперь эту степень по правилам применяем к каждому множителю. 5 в 1 второй. И теперь здесь. Это будет х степени умножаются. 3 вторых. И берем от этого штрих. Как и раньше, число остается, как и было. 5 в 1 второй. Можно представить как корень из 5. Что же делать с этой штукой? Как и раньше, берем производную степенной функции. 3 вторых пойдет вперед. х, а степень уменьшается на единицу. То есть 3 вторых минус 1. 3 вторых минус 2 вторых. Можно так. Или 3 вторых минус 2 вторых. Это будет 1 вторая. Итог. Возвращаем в первозданный вид. Корень из 5. Вот эти 3 вторых остаются. х в 1 второй. Это корень из х. Ну и можем скомпоновать покрасивее. 3 вторых корень из 5 х. Вот и все. Готов ответ. Ну и последний пример, с которым можно просто сесть в лужу. Как быть, если мы хотим взять производную? Ну какие стандартные формулы здесь могут сыграть? Ну, честно говоря, есть, да, формула корня. Есть формула, когда корень снизу. Но самый выгодный вариант, чтобы не запутаться, это убрать корень, убрать х снизу, поднять его сюда за счет изменения степени. 1 вторая. Число всегда остается. Не трогайте его вообще никогда. Теперь работаем с х. Мы хотим его поднять. У него будет степень 7 третьих. Потому что 3 это корень третьей степени. 7 третьих. А если мы хотим его поднять наверх, то знак степени меняется. То есть, минус 7 третьих. Штрих. Теперь это выглядит гораздо проще. Берем просто производную от степенной функции. Равно. Как и раньше, 1 вторая число сохраняется. Вот это вот значение степени вынесется вперед. Умножить. Минус 7 третьих. Х. Ну и теперь надо только поработать со степенью. Минус 7 третьих было. И по правилам мы просто делаем минус 1. Равно. Посчитаем. Здесь минус 7 шестых. Х. Насчет этой степени. Минус 7 третьих. Минус. А вместо единицы можно представить себе 3 третьих. То есть, будет минус 7 минус 3. Минус 10 третьих. Минус 10 третьих. Ну и чтобы вернуть к такому виду, как и было, вот эту степень преобразуем в обратную сторону. Коэффициент остается. Минус 7 шестых. Когда был написан минус, это говорит о том, что надо х спустить вниз. То есть, он пошел в знаменатель. Х. Его степень это верхушка. Десятка. А тройка это корень третьей степени. Вот и все. Посмотрите. Буквально за пару шагов мы берем производную от вот этой сложной функции. Ответ готов. Надеюсь, вы довольны. И вы поняли, как решать такие сложные примеры. Я напомню, мы не пользовались ни одной вот этой сложной формулой. И мы не пользовались вот этими вот формулами. С корнями, со степенями. Мы взяли единственную формулу степенной функции. И ваше знание из 9 класса. Все, что вам надо знать, я сейчас напишу здесь. Производная от степенной функции это n умножить на x n минус 1. Степень уменьшается на единицу. Как бы сносится вперед и уменьшается на единицу. И помнить, как переводить корни и степени в виде дробей. Если вы встречаете x в n-ой степени в знаменателе, вы всегда можете его поднять наверх, изменив знаку степени. Если вы встречаете корень n-ой степени, то вы всегда можете эту степень, этот корень записать в виде степени. 1 делить на l. Пользуйтесь этими тремя правилами. И вот такие сложные задания для вас не составят труда. Да, производная поначалу будет казаться сложной темой. Но если вы просмотрели наше видео, сейчас это легко. Пользуйтесь этими фишками и решайте любые сложные задания на производную. Ну а сейчас у вас есть свободное время, чтобы потренироваться, обдумать эти фишки. Ну и поставить мне лайки. Пока. Ну а если лайки вы нам поставили, то, пожалуйста, можете посмотреть наше видео. Вот это, вот это, ну можно вот это.